Совет Ветеранов Московского Пограничного Института ФСБ России Зинаида Максимовна Царычева – ветеран войны и труда. Именно поэтому в начале года, когда праздновалось 80-летие Московского Пограничного Института, Зинаида Максимовна была среди почетных гостей ее родного заведения. Начальник института, вручая ей грамоту за многолетнюю работу, сказал, что Зинаида Максимовна знает вся граница, поскольку все выпускники, одни общались в чертежном бюро, другие общались вот на территории, когда она заботилась по озеленению территории, третьи общались, видели ее участие в концертах художественной самодеятельности. Многие удивляются ей энергией, жизнелюбию, оптимизму. Она с виду вроде бы такая хрупкая маленькая женщина, но она богата душой, значит, у нее большой патриотизм, значит, большая целеустремленность, оптимизма у нее больше, чем у нас всех. Своим оптимизмом и жизнелюбием она действительно и сегодня заражает каждого. Московскому пограничному училищу, ныне институту, Зинаида Сарычева посвятила более 30 лет, пройдя трудовой путь от чертежницы до заведующей чертежного бюро учебного отдела. Так что не случайно познакомиться с этапами жизненного пути Зинаиды Максимовны нам довелось с помощью домашнего чертежа хозяйки. Я родилась на Украине, в село Дмитровка, Запорожской области, Приазовского района. До 30-го года мы жили там, в деревне. В крестьянской семье Максима Афанасьевича и Лидии Ивановны Николенко было двое детей – Зина и ее младший брат Миша. Семья была вполне зажиточной, пока не стали образовываться колхозы. Папа не пошел в колхоз. Его арестовали. Отобрали у нас две лошади, корову. И папу посадили. Но в Москве папин брат Федот Афанасьевич в ЦК работал. И он как-то папу выручил. Отца тогда отпустили. Он поселился у брата и вскоре вызвал в Москву всю семью. Мать с детьми, спасаясь от голода, с трудом добралась до столицы. А что вы помните из того времени? Мы перешли жить к крестному. Он зарезал лошадь. Лошадь съели, мы опухшие. И с мамой шли пешком до Мелитополя. А потом на поезде приехали в Москву. Жена брата отца Марья Георгиевна была заведующей в детском саду. Она и устроила родителей к себе на работу. Каким запомнилось довоенное детство? Веселое. Довоенное детство. Мы спортом занимались. Я гоняла на лыжах, я гоняла на коньках. Я в футбол играла. Я лазила по деревьям. Мы ставили спектакль. Попа-балда. Я там чертенком была. Так меня и прозвали в школе. Чертенок. Я мечтала быть летщицей. Потому что там уже Грязодубова, Роскова летали. Чкалов, Байдуков и Папанинцев спасали. Или же артисткой. И художницей. Вот. Столько было желания. Я в школе чертела на пятерку. Тушью. Интересно, что в средних классах Зинаида уже зарабатывала небольшие деньги. Благодаря умению рисовать. Ее тетя Марья Георгиевна обращалась к ней за помощью в оформлении групп. Где Стрековская, где Ведерочка, где Божья коровка. Мне тетя платила за работу. Да, я отсюда из Джамгаровки перешла. С 7-й и 8-й класс училась я против Ярославского вокзала 633-й школы. В июне 41-го вы окончили уже 8 классов. Закупили учебники на Новый год. Учебники закупила. Портфель папа купил. Ну, студенты уже в 9-й перешли. Папа сразу ушел на фронт. Им 41 год был. И он добровольцем ушел на фронт. Мы остались братишка, мама больная. Мне пришлось идти работать в железную дорогу. Чистила я платформу лось зимой. Тяжело было. Ну, хлеб давали нам, мыло давали на карточку. Уже помощь была. А у брата детская была карточка, а у мамы изживенческая. Чистить платформу приходилось ломом, ото льда и снега. Весной 42-го 16-летнего братишку Михаила призвали на полгода на курсы шифровальщиков. Он приходил, у него винтовка маленький был, по пяткам винтовка и шинель по пяткам била. Нужно связисты были особые. А в Мытищах беда случилась. Три смены завод собрал какое-то собрание и взорвали этот завод. Три смены. Вот эти малыши убирали трупы. Он месяц не мог кушать. А потом в 42-м в лосинке сибиряков взорвали. Мы ходили с Мишкой смотреть там. Той же весной Зинаида Николенко поступила учиться в Московский учебно-курсовой институт. Но уже в мае и слушатели, и преподаватели мобилизовали на оборонные работы под Красногорск. Там, значит, барак выселили всех. Девчонки на втором этаже, ребята на первом. Вот. И, значит, матрасы набили сеном там, подушки тоже. Вот. И привозили, нас кормили там баландой. Зинаида Максимовна до сих пор помнит предписание той майской повестки. Иметь при себе продовольственные и хлебные карточки, миску, ложку, кружку, постельные принадлежности, паспорт. За неявку каждый понесет ответственность, как дезертир трудфронта. Мы окопы копали, рвы копали, надолбы ставили, мальчишки эти ежи чугунные ставили и пилили, значит, лесоповал был противотанковое заграждение, пилили лес. Вспоминая трудности тех дней, плохую еду, отсутствие бани и прочее, Зинаида Максимовна отмечает, что все они не теряли надежду на завтрашний день и сохраняли умение радоваться. Кругом цветы, букеты нарывали, мы песни пели, а что делать? Молодые были, ждали конца войны, мы ждали победу. В конце июня 42-го Зинаида поступила на работу на кондитерскую фабрику «Ротфронт». Вначале в горячий цех, где концентраты готовили, рис, греча, пшено, брикеты уже готовые, упаковывали и все это на фронт отсылали. А на фронте ребята кипяточком заваривали, и оно готовое уже, сваренное, только в сухом виде было. К осени и до самой зимы Зинаиду послали на лесозаготовку в Талдомский район под Дмитров. Комсомольской призвали, надо ехать на трудфронт. Мы там пилили лес для тыла, укладывали штахетник, норму надо было спилить. Ну, а бригадир мне лошадь дал, чтобы я возила эти бревна туда, к печке, где готовили, к столовой, где нам готовили обеды. Ну вот, я еду, запень задел лошадь колесом, ни назад, ни вперед, она мне не слушается. Идет бригадир, он был без правой руки, бригадир идет, и я наревелась, я говорю, нет, дай мне другую работу. Отвез эти дровишки и дал мне пилу, топор, и я с девчатами пилила лес. Ну вот, соседи валяли сосну, я как-то в стороне стояла. А этот сук здоровый плечо мне задел, я была в халате, такой крепкий, халат прочный был, этот халат порвало. Я потом плечо это лечила, в санаторий ездила уже после войны. От недостатка витаминов у меня заболели глаза, врачи срочно получила я освобождение от трудфронта. Я меняла там на что-то, на какие-то тряпки, что ли, ведро картошки, замотала в одеяло, сделала саночки сама, и я давно уже, да, могу пилой работать и молотком. Вот, укутала эту картошку, привязала к саночкам, и пошла я пешком. А холодно, мороз, пешком до Дмитрова, а далеко, в юго. Вдруг среди дороги едет за мной парень на санях и кричит, «Да чего, ты же замерзнешь, куда ты идешь-то?» Я говорю, «Да вот в Дмитров». Он говорит, «Ну-ка садись в сани». Укрыл меня тулупом, сену и довез меня до Дмитрова. Вот, потом брат мне пишет, «Зим, вот со мной служит парень, который тебя вез». Я говорю, «Откуда?» «А он увидел фотографию твою. У меня же есть твои фотографии». Он говорит, «Эту девушку я вез до Дмитрова». Вот, гора с горой не сводится, а человек в человек сошелся. К сожалению, у Зинаиды Максимовны не сохранились фронтовые письма от отца и брата. До Берлина дошли с папой они. Ну вот, хотели встретиться в Болгарии, по-моему, части были. Так не удалось им встречаться. Но они знали, что оба живы и где-то рядышком воюют. Вот, хотели встретиться, не получилось. В 43-м снова по комсомольской путевке наши героинию вместе с другими девушками призвали на работу в органы милиции. Жили в общежитии при отделении милиции на казарменном положении. Ули одели, шинель, сапоги тогда были у нас, сапожки. И теплые брюки были зимой, ватные. Вот. И в тир водили каждую неделю. Я стреляла хорошо. Каждую неделю мы ходили с оперативниками. А по ночам мы ходили с оперативниками, со следователями, вылавливали дезертиров. Ну, мы проверяли пропускную систему, документы, пропуск. Ходили по улице и за порядком следили. И пропуска проверяли. А тут вечером я стояла на посту около Дома Пионеров. Вот. Это было осенью. Идут два здоровых парня. Уже темно было. А я стояла так, фонарь, около Дома Пионеров. И я там на посту стояла. Я говорю, ваши пропуска, а они... Девушка, пойдем за угол, мы там тебе покажем пропуск. Я говорю, ребят, ну вы что, шутите, что ли? Вдруг идет начальник Дома Пионеров и говорит, Максимовна, вас вызывает начальник отделения милиции Дорошин. Я говорю, да что? Да, да, к телефону. Он меня взял и повел в здание Дома Пионеров. Посадил около печки, печка топилась, тепло, и говорит, разве можно такие здоровые ребята, они бы вас там кляп сделали и отобрали бы вас с оружием. А еще она вспоминает, что служба в милиции сдружила ее со многими девчатами по работе. В свободное время они участвовали в художественной самодеятельности, пели в хоре, устраивали концерты. Мы ездили по другим отделениям милиции, выступали, я как сейчас помню, все военные песни пели, уходили в поход партизаны, уходили в поход на войну. И еще одно воспоминание – это пост рядом с проходной хлебозавода. Я туда зайду на проходную, они мне кусочек хлеба, кусочек аромата. И ходила, щипала и мечтала о борще. Как я мечтала кусочек черного хлеба и борщ. В 44-м девушка стала совсем взрослой, влюбилась и вышла замуж. Мы часто в театр ездили, в Большом театре были, в Театр Советской Армии, там свидание назначала. Зинаида вышла замуж за следователя милиции Константина Сарычева. В 46-м году, когда у них родилась дочь Надежда, наша героиня уволилась из милиции. Через 13 лет она родит сына Игоря. А в пограничном училище Зинаида Сарычева окажется в 51-м году, в поисках работы. Написала там еще заявление, есть хочу научиться чертежному делу. Еще девчонки сейчас вспоминают. О, пришла к нам чертежница, учиться, ученица. Все шутят надо мной. Был очень хороший наставник Вишневский Виктор Степанович. А бывший моряк, прапорщик, он научил меня работать плакатным пером, ресфедером, стеклянными трубочками, по трафарету. Все схемы, все карты, вся вот эта наглядность, что помогает учебному процессу, проходила через ее руки. 90% материала, который, собственно, идет в копилку учебного процесса. Это все схемы, диаграммы, цифры, все это выкладка. Каждому мероприятию, каждой теме каким-то, каждому учению, каждому подведению итогов. Участвовала в оформлении наглядностей стен газет, каких-то специальных выпусков таких. Чертили мы схемы по тактике, а по связи я чертила схемы совсекретные. Меня в особом кабинете закрывали, я через эпидоскоп увеличивала эти схемы на большие листы и потом тушью обводила. Работая над чертежами, вы же, по сути, познавали военное дело. Да, где какая застава, кто начальник отряда. Для преподавателей чертили большие схемы по тактике, а они курсантам рассказывали события. Среди прожитых впечатлений нашей героини события, связанные с пограничным конфликтом на Даманском острове. Нас, значит, на генеральской машине возили на Дзержинку, и там большие карты. Мы поднимали эти карты, а где наши войска были, наши карты правительству поставляли. Зинаида Максимовна, вы трудились среди пограничников. Вот что это за народ? Какое мнение сложилось у вас раз и навсегда? Они закаленные, стойкие, преданные родине. Народ надежный. Они ведь из поколения в поколение шли служить. Известно, что коллеги по работе всегда считали Зинаиду Сарычеву мастером своего дела, умелым руководителем и наставником. Она всегда была в гоще событий. Избиралась культурно-массовым организатором профгруппы, организовывала и проводила походы в театры, музеи, выезды на отдых. Не отставала и в спорте. Одним словом, жила духом училища. Мы занимались гимнастикой. С Динамо приезжали акробатки. По гимнастике выступали мы в спортзале. Вот, соревнования были. Бегом занималась легкой атлетикой. Мальчишки меня знали как спортсменку на лыжах в Челобитевском лесу. Я на 10 километров ходила. На Динамо каток был. И нас пригласили старший возраст выступать. Герой Советского Союза Рыжиков выступал на беговых. Я, Левин Александр Иванович, Пучков Анатолий. Вот мы бегали. На стрельбище в мытищах я выступала. По стрельбе хорошо. Потому что вот в милиции нас каждую неделю в тир водили. В Олимпиаде построили новые стрельбище. Бархатом покрытые. Я стреляла из винтовки с оптическим прицелом. Три упражнения. Стоя, лежа и с коленом. Ложишь на этот бархат. Вот. И это ребята... Максимовна, если чего, молоко мы подстрахуем. Я говорю, ладно, я сама постреляю. В 82-м году пришло время выходить на пенсию. Но это случилось лишь спустя еще десяток лет. Именно в тот период кто-то в шутку присвоил Зинаиде Максимовне звание, которое на полном серьезе дорогого стоит. Я иду на проходной всегда. Знаешь, генерал по флоре и фауне. Никаких происшествий не произошло. Я говорю, вольно. Она занималась озеленением территории. Вот. Одновременно в общественной жизни училище участвовало. Все такие горящие вопросы, которые касаются украшения территории, украшения какого-то вечера, события. Это, по сути дела, проходило через ее руки. У меня было три теплицы. В этой теплице я свои цветы выращивала. Вот. Там и лук выращивала. Ребята приходили, лук дергали и в столовую относили курсанты. Вот эти елочки сейчас голубые. Я их пикировала, когда еще в чертежном работала. Все елочки вон уже какие выросли. Красота. Люба глядеть. Я как захожу, так любуюсь. Вот уже около 15 лет Зинаида Максимовна активно участвует в работе Совета ветеранов. Дала согласие возглавить первичный ветеранский коллектив ветерана труда, вдовы ветеранов пограничников. Среди них 90% из этого количества ветераны Великой Отечественной войны. Судьба у них нелегкая. Значит, собственно говоря, нужна дипломатия, нужно терпение, нужно понимание проблем в каждой семье. Я их собирала на праздники. Генерал выступал перед ними. Но и чаепитие у нас было, и танцы были в клубе. Новый год встречали. В этом году приняли решение о том, чтобы представить ее для награждения памятной медалью «Патриот России». И мы ее вручили 1 сентября при всех гостях, всех курсантах. У нас были ветераны-связисты выпуска 62-67-х годов, 45-50-летней давности. Она вместе с ними сфотографировалась. И рядом с ней герой Советского Союза, единственный, который остался в живых, участник первых боев на границе, он выпускался у нас в училище весной 40-го года. Она любитель танцев, большой любитель художественной самодеятельности. И сейчас вот на любом концерте, на любом празднике у нас в институте, когда в клубе, значит, исполняются какие-то песни, и артисты выходят в зал, она, несмотря на такой возраст, участвует в плясках. Вы сегодня в парках любите танцевать? Танцуем, в Останкино танцуем, и в Лосинке, в Бабушкинском парке танцуем. По четвергам играет оркестр живой. Мало того, вы еще и переодеваетесь? Да. Я одеваю цыганский костюм. А почему цыганский? Вот душа горит танцевать цыган. У меня прадед цыган. Вы заряжаете всех вокруг себя своей энергией. А кто эту энергию дарит вам? Вы от чего заряжаетесь? Спорт помогает. Ну вот, выпуск молодых офицеров. Зинаида Максимовна, а что это за возраст? 88 лет. Вот вы сегодня себя насколько чувствуете? Ну, я еще молодая, мне 45. Да. О чем мечтает сегодня пенсионер, ветеран войны и труда Зинаида Максимовна? О чем она мечтает сегодня? Чтобы около меня были мои родные детишки, внуки и правнук. Вот. Хорошие друзья. Чтобы были у меня в доме. У меня всегда двери открыты, и она не закрывает двери.